Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Томочка, привет! Это я. Как дела? Ты не поверишь, пока еще не родила. Ну а ты как? Я плохо, Томочка. Я очень по тебе скучаю. А я тоже. Но ты ведь знаешь, мне же сейчас нельзя. Сумский, я не в этом смысле. А, не в этом. Ну тогда я тоже по тебе очень соскучилась. То есть я и в этом смысле тоже. Тома, Тома, а ты сейчас в чем? Сева, я сейчас в положении. В каком положении? Стоя или уже тебе как больше нравится? Алло? Черт, е-мое. Ну почему? На самом интересном месте заканчивается день. Слушай, пап, по-моему, тебе кто-то звонит. Давай, давай, давай. Жена. А что ты ее просто Лиза не назвал? Ну, Лиз у меня было много, а жена одна. Старик. Привет! Алло, Эдик, привет. Слушай, я тут с Немаром погуляла, он опять просится. Он, может, свои дела какие не доделал? Не верь ему, он все доделал, просто он любит гулять. Ладно, как вы там отдыхаете? Мы отлично тащимся. Лиза, извини, у меня сейчас может сесть батарея. Блин, ну сколько можно болтать? Всю батарею мне посадила. Эдик! Эдик! Эдик, 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 можно я с твоего телефона смс-ку отправлю? Да я стрянусь с тебя, старик, но у меня только что села батарея. Черт, а у меня деньги кончились. Слушай, а давай, давай я свою симку, твой телефон, то есть, твою симку в свой телефон вставлю. Точно, точно. Только будь рядом, потому что мне Юля должна позвонить. Да, хорошо, хорошо. А Калач-то где? Наверное, пошел бусы Олеськи покупать. Бусы? Это правильно. В их положении ничего дороже бус покупать не надо. И тяжелее тоже. Угу. Так. Так. О, как в воду глядел. Ага. Секс-гуру у телефона. Привет. Я пока ехала в такси, думала о нас. И решила вернуться. И решила попрощаться. Подожди, подожди. Ты же обещала незабываемые проводы. Эдик, верь в судьбу. И если она нас еще раз сведет, обещаю незабываемую встречу. Пока. Эдик, 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 эдик. Ты что, нахуй, нахуй. Вот, что случилось-то? Да Юля не дала мне свой московский номер и отключила тайский. И что? И что, что? Ну, если это судьба, то она сведет нас в Москве. Когда она в Москву летает? Завтра. Отлично. У тебя есть шанс поймать ее в аэропорте в Москве. У меня нет времени ловить ее в трех аэропортах одновременно. Слушай, ладно, ты не волнуйся. Подумай, как решить свою проблему, а я жене СМС отправлю. Ой. Так, контакты. Скопировать контакт. Ладно, потом сотру. Жена. Жена. О. Ну-ка. Простите, вы Павел Калачев? Ну да. Я вас узнала. Меня Диана зовут. А вы заняты сегодня? Не знаю, как надолго, но, к сожалению, сегодня я занят. Ой, вы меня не так поняли. Я вам работу хотел предложить. А-а-а. Да, мы день рождения празднуем. Но ведущий не планировался. Но раз я вас встретила... Ну, вы же понимаете, что ведущий такого уровня стоит недешево. Ой, о деньгах не беспокойтесь. Оплата будет достойной ведущего вашего уровня. А, ну, если только достойной. Все, прекрасно. Тогда ждем вас в четыре в ресторане Три Пальмы. Да, хорошо. В четыре. Если не заблужусь с Трех Пальмах. Давай лучше спокойно подумаем, что мы вообще не знаем. А? То, что она офигенная. И то, что 15 минут назад она села в такси, потом позвонила, что доехала и отключила свой чертов телефон. Да, немного. Пап, это же элементарно. Задачка для пятого класса. Человек ехал 15 минут со скоростью 60 километров в час. Где он сейчас? Да, где? В 15 минутах езды отсюда? Гениально. Пап, там вообще-то другой ответ, но сойдет. Ты хоть знаешь, какую сторону она уехала? Да, собираемся. Э! Э, ну погоди! Кто это тебе все пишет? Эдик. Странно пишет, что соскучился. Ага. Смотри, скоро опять замуж тебя позовет. Ребята, хорошо быть звездой. Даже на отдыхе можно немножко подзаработать. Мне предложили провести день рождения. Поздравляю, Калач, у меня вопрос жизни и еще лучшей жизни. Присмотришь за Ванькой. Погоди, ты меня не понял. Сегодня вечером я работаю. Отлично, значит не будешь бухать, я не буду волноваться. Сева будет рядом, у нас мало времени. Поехали. Пап. Эдик, Сева! Капандир! Капандир, вот по этой дороге 15 минут. Окей. А, хорошо? Хорошо. А, хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Опять Эдик? Угу. Смотри, что пишет. Угу. Без тебя Таиланд самая холодная страна в мире. Романтично. Молодец, Эдик. Мне бы Сева такого никогда не написал. А чего тебе так глазки заблестели, а? Скажи с этим, с Егором встречаешься? Ну да. Ну он вроде твоего Сева, никогда бы мне такое не написал. Зато Егор верный. По твоей логике, мне проще собаку завести. Ну что, обсудим сценарий вечера? Дианочка, вы не переживайте. Я на этих мероприятиях уже собаку съел. Вы, главное, скажите, сколько лет имениннику, как зовут, и все. И идите получать удовольствие. Ну хорошо. Сегодня день рождения моей доченьки, моей девочки. Ее зовут Эльвира, ей исполняется один годик. Прекрасно. Если вы не против, я вначале объявлю вас. Вы выйдете, вынести девочку и скажете приветственное слово. Хорошо. Договорились. Ну вот и все. Идите за доченькой. Сев, давай. Выходи. Держи. Добрый день, дорогие друзья. И без долгих прелюдий я бы хотел пригласить на эту сцену нашу замечательную именинницу и ее мамочку. Когда Диана родила Эльвирочку, все были счастливы. Прошел год, и мы собрались здесь, чтобы пожелать Эльвирочке расти дальше, пойти в школу, пойти в институт, а потом найти достойную пару и нарожать нашей мамочке прекрасных внуков. А где ребенок? Какой ребенок? Сегодня день рождения моей собачки. Паша, а вот на собачьих днях рождения кого ты съел? Ваня, иди. Здравствуйте. Скажите, а вот эта девушка у вас живет? Да, живет. О, отлично. А в каком номере? Не знаю, вы русские все на одно лицо. Сева, давай разделимся. Я поищу на территорию, а ты карауль ее здесь. Точно, да. Держи. Ну и какой же день рождения, друзья мои, без подарка? Диана, прошу. Да, спасибо. У меня для моей девочки есть подарок. Ну, возможно, я ее балую. Ну, кого же мне еще баловать, как не моя любимая доченька? У-у-у! 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 Так, Павел. Да. Мы немного потанцуем, а вас я попрошу поразвлекать тех, кто танцевать не будет. Конечно. Хорошо. или верочку не танцует мы можем на нее наступить а ведь и правда хорошо быть звездой дядя паша на отдыхе можно собачка посидеть от судьбы не бежишь а того чтобы не заплатить за бит запросто в судьбу и она нас и слышь а сначала судьба сведет тебя со мной я извините я просто без линз сегодня ай господи приятного отдыха кто это был ты его знаешь спасибо что посмотрели за сумкой да да пожалуйста павел мы натанцевались где моя девочка а мы это мы и и развлекаем как вы и просили играем с ней в прятки ей очень нравится вот она вот она вот так так павел если вы с ней играли вам не составит труда объяснить и где колье которые я и подарила а так видимо эльвирочка его где-нибудь обронила вы знаете собаки очень не ценят дорогие подарки так а вы я вижу умеете ценить так павел мне хотелось бы чтобы это колье очень быстро нашлось вам понятно ну 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 да прекрасно не хочу вызывать полицию устраивать здесь обыски подожди чуть не понял она намекала что я взял колье да мне в прошлой жизни тоже так пару раз намекали и чё ты делал возвращал то что взял ну чё у меня все тихо у меня тоже ладно я пойду еще посмотрю стоп погоди мне надо на полчаса отойти ну слушай у меня тамара попросила купить тайский матрас матрас да тайский латексный матрас эксклюзив да он огромный как ты его повезешь как повезешь мне его упакуют воздух весь выкачивает и он повесится в маленькую компактную сумочку ну ладно иди покупай свой матрас а я устрою тотальную проверку номеров потому что это видимо единственный шанс ну ладно я через полчаса да давай да да а ну 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 Ваня, это унизительно! Она подумала на меня! А на кого и было ещё думать? Мол, хотя бы на тебя! Дядь Паша, я несовершеннолетний, отвечал бы всё равно ты! О! Эта тупая псина потеряла колея! Да! Отлично! Теперь тебе нужно подумать, как сохранить свою репутацию! Господи, надо просто вернуть колея! Дядь Паш, ты как маленький! Колея потерялась, к тебе подошла эта баба, начала угрожать метами! Тут бах! Колея чудесным образом нашлось! Всё ясно, как в детективе Донцовой! Ты вор! А что мне делать? Ну, чё? Не нашёл! А ты матрос купил? Да! Тамарке понравится! Ну да! Вон она! Юля! Юля, стой! Стой! Юля! Юля, стой! Стой! Юля! Стой! Сева, ты видел? Я её почти нашёл! Значит так, я сдаю билет, жду её здесь и возвращаюсь вместе с ней в Москву! Ну, погоди, погоди, погоди! Ты подумай сам! Ты целый день за ней бегаешь, и всё напрасно! Может быть там, там, наверху, кто-то не хочет вашей встречи, а? И что ты предлагаешь? Я предлагаю ослабиться и плыть по течению! Желательно в сторону гостиницы, потому что ты ещё не собрался, а у нас скоро вылет! Слушай меня! Значит, план таков! Сейчас она допьёт шампанское и пойдёт к бару! Мы подбросим калье на её пути, и она сама его найдёт! Отличный план! Вперед! Я? Давай! Быстрее! Ой, Павел, спасибо! Было очень весело, но, правда, недолго! Ну что, всё, вы нам больше уже не нужны! Ну, конечно, медицинского образования у меня же нет! Ради Бога, извините! Профессиональная привычка! Постоянно шучу, не могу остановиться! Ой, всё, больше Элечке ничего дарить не буду, раз она у меня всё теряет! Кстати, где моя девочка? А-а-а, вот она! Ой, а что с моей Эльвирочкой? Вы на неё упали! Ты моя дочурочка! Прости свою неуклюжую мамочку! Ты моя миленькая! Извините, может быть, мы уже пойдём, но, разумеется, после оплаты! Ах, да-да-да! Так, так! Вот, здесь ваш гонорар! Двадцать тысяч рублей! Спасибо! Как двадцать тысяч рублей? Вы же сказали, что вы меня узнали! Ну да, узнала! Вы три года назад у моей подруги свадьбу вели! А двадцать тысяч – нормальная цена для ведущего вашего уровня! А программа «Хорошее утро» на телеканале СНТ вам ни о чём не говорит? Ну, а на Сургуте нет такого канала! А что там? Ничего! Проехали! Выздоравливайте! Спасибо! Ничего мне не говори! Продолжение следует... Привет! О! Здрасте! Я так на тебя помешался, что ты мне уже мерещишься? Я тебе не мерещусь! Я лечу на этом же самолете! Нет, ты летишь завтра! Ну, вылет в три часа ночи – это уже завтра! А для меня это сегодня! Судьба всё-таки свела нас! Мы с тобой летим одним рейсом! Я весь день искал тебя в твоем отеле и почти догнал автобус, к которому ты уехал и даже хотел поменять билет на завтра! Не нужно было этого делать! Ты чуть не помешал судьбе свести нас! А ты куда идёшь? Ну, я не думаю, что это нужная для тебя информация в туалет! А можно я тоже? А если я скажу «нет»? Ты будешь терпеть до Москвы? Нет, я имею в виду с тобой! Ты же обещала незабываемую встречу! Ну, раз обещала… Молодые люди! Вы вдвоём в туалет идёте? А-а-а… Нам надо переодеться! Во что? Ой, ты сумку не взяла! Точно! Я сейчас! Севыч, мне нужна твоя сумка! Меня без них в туалет не пустят! Я потом всё объясню! А вот и сумка! Ага! Севыч, матрас — отличный подарок! Если я с Олесей не помирюсь, буду его арендовать у тебя! Ну, не так, давай, давай, давай! Простите, а кто из вас все, Волод Баранов? Он? Я. Там вас зовут. Эдик, ты там? Да, я тут. Надо разрезать матрас, чтобы мы смогли выйти отсюда. Как разрезать? Если же я его разрежу, он же испортится. О, Севыч, как говорил Мини-Пух, если ты его не разрежешь, тогда испорчусь я. Миньё! Ой, извините нам. Закройте дверь, пожалуйста. Переодеться надо. Закончить, в смысле. Зевас, давай его выкинем, все равно он уже испортился. Не-не-не, пусть вначале Тамара увидит, что я его все-таки купил, а потом выбросим. О, Тамара! Дома! Заводи кама! Ну что, Эдик, ты не с подарком? Держи. О! Тамара, для тебя тоже есть подарок. Вот матрас, как ты просила. Только он в дороге немного порвался. Ксевочка, я не просила никакой матрас. Как не просила? Ты же сама же в СМС писала. Вообще-то это я писала СМС и просила матрас. Только я писала Эдик. Подождите, подождите, мне никто ничего не писал. Эдик, у тебя Лиза как в телефоне записана? Жена. Жена? Ну да, просто я забываю исправить. Так, Лиза, значит все, что ты прочитала, это было адресовано Тамаре. Тамара, я тебе потом все перескажу. Да знаю я все, романтичный ты мой. Получается, все это ты писала для меня? Всем привет, я Юля. Эдик, я жду тебя на стоянке. Да нет, я сразу поняла, что это Сева. Просто хотела его разыграть. А сейчас я так, с Тамарой приехала. Фаш, мы на машине можем подбросить. Да. Тем более, Эдик, видимо, с нами не едет. Да нет, спасибо. Если Олеся не приехала, я возьму такси. Пока, Эдик. Пока. Толучка, осторожненько. Кстати, матрасик можно починить, очень хорошая вещь, правда. Вот чуть-чуть. Паш, привет. О, Игорь Сергеевич, как я рад вас видеть. Здрасте. Димка, как же папа по тебе соскучился. Вы меня с Олесей все-таки встречаете. Не, Паш. Мы с Димкой ее из рейса встречаем. О, вот она. ИНТРИГУЮЩАЯ ООЛЬש